Девушки отдыхают Дарующий свою Тору народу Израиля. Богосвятый Божий, дарующий Тору. Амин. Простите за лирическое отклонение вначале, но хочу отметить, что история не терпится слагательных наклонений. Ну, знаете, это что было бы, если... Что было бы, если я не пошел туда, а пошел бы туда. Что было бы, если бы я учился, а не занимался ерундой. Что было бы, если... Человек не в силах изменить и исправить прошлое. Человек не в силах, заметьте. То, что было вчера, останется неизменным. Это прошлое будет влиять на наше настоящее и формировать будущее, в котором мы будем жить. И как бы нам не нравился этот факт, но нам придется в нашем будущем сталкиваться со следствием наших поступков в прошлом. И это уже независимо, были они хорошие или были они плохие. То есть есть причина, есть следствие. То есть это лирическое отступление будет нужно для того, чтобы в конце мы что-то увидели. Итак, оставим на короткое время до окончания размышления в стиле Келезиаста и поговорим о недельной главе Торы. Недельная глава Торы «Шелах лиха» буквально «Пошли себе». 37-й раздел годового чтения Торы и 4-й раздел книги «Бамидбар» числа. Имя свое получила по первому значимому слову текста. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам и Израилевым, по одному человеку от колена отцов, и пошлите главных из них». Сегодня я не буду рассказывать вам краткое содержание главы «Шелах лиха». Почему? Во-первых, те, кто читал эту главу, знают, о чем там написано. А те, кто ее не читал, тогда для вас это вызов прочитать. Понимаете, недельная глава для того, чтобы их читать. И если мы комментируем, знаете, мое дело не рассказывать, о чем там написано, а мое дело комментировать то, что я прочитал. Знаете, вот я прочитал, что-то увидел, меня заинтересовало, и я вам поделился с вами. У каждого из вас может быть свой комментарий. Каждый из вас может увидеть то, чего не увидел другой человек, читая эту главу. И если мы посмотрим на историю Израиля, то существует множество комментариев одной и той же главы, одного и того же места, одного и того же события. И они, ну, в лучшем случае разнятся, в лучшем случае дополняют друг друга. И поэтому, я думаю, что для Господа важен и ваш комментарий. Итак, давайте посмотрим. Эта глава начинается с того, что народ Израиля пришли в пустыню Фаран, которую арабы до сих пор называют Эль-Тих, пустыня скитаний. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их. Пошлите главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. И все они мужи, главные у сынов Израилевых». Ну, смотрите, все очень просто. Вот прочитали, кажется, и все просто. Бог сказал, да, то есть краткая хронология. Евреи вышли из, ну, Бог вывел Израиль из Египта. Они прошли определенные испытания, они подходят к определенной точке. Впереди, ну, впереди по курсу обетованная земля и, кстати, текущим молоком и медом. И Бог говорит Моше, избери 12 лучших, да, и что сделать с ними? Отправив землю обетованную, пусть они там посмотрят. Все классно, все просто, да, ну, вроде бы все понятно. Но вы знаете, что не все. Но. Но, и у меня такие три точки стоят. Это интересный момент, что эта же история, об этой же истории говорит сам Моисей в книге Второзакония, в первой главе. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморейской, как повелел Господь, Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь, Бог наш, дает нам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Слово это мне понравилось. «Я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена». Это Второзаконие, первая глава, 19-й, 23-й стих. То есть одна и та же история, одно и то же событие, но оно как-то звучит по-разному. В первом случае мы видим, что в книге чисел Господь говорит в Моше, возьми и пошли людей. А во второй, во второй, ну в такой как бы стороне, мы видим, что эта идея принадлежала не Господу, а народу. Это народ вначале подошел к Моисею и говорит, слушай, классно, давай-ка мы пошлем еще туда людей на всякий случай. То есть, ну, как-то оно вот так, нестыковочка получается. Знаете, я читаю и думаю, какая-то нестыковка. Здесь Бог говорит, ну, так хорошо, величественно. Нестыковка. В первом случае Бог говорит Моисею, и вроде бы все хорошо. А во второй он говорит, на самом деле перед этим народ ко мне пришел. И вы знаете, я смотрю на историю, вот как бы исхода, и много раз Бог говорит, а народ приходит и говорит тоже. Ну, самый важный, самый такой явный этот случай, это когда, вы помните, на горе Синай, да, Бог говорит, что, будете вы у меня, что, царством священников. Народ говорит, ура, будем, а потом не будем. Потом говорят, Моисей пусть поднимется, и все, что он скажет, передай нам. И потом, опять же, мы вспомним, золотой телец, народ приходит к Аарону, говорит, давай сделай-ка нам богов, бога, который нас вывел из Египта. И здесь так же самая ситуация. Я не случайно делал упор, что вот на это лирическое отступление в начале. История, да, она, нельзя изменить прошлое, но это прошлое влияет на наше настоящее и формирует наше будущее. Что же происходит? Бог говорит Израилю, идите, войдите в землю, возьмите ее. А что делает народ? Народ говорит, хорошо, все, что здесь сказал Господь, сделаем, но давайте-ка мы возьмем и пошлем туда еще вперед людей, на всякий случай. А прав ли Господь? А действительно ли течет там мед и молоко, и все, как обещал Господь? И вы знаете, в тот момент я думал, что же произошло, какая нестыковка? И я подумал, ну, может, это мое личное понимание. Бог согласился с людьми. Он говорит, что если твоей веры не хватает, если у тебя уже не хватает того, что ты увидел вчера, ну, ладно, сделай, вот давай попробуем по-твоему. Ну, посмотрите, к чему это все привело. Двенадцать человек, да? Кстати, я хочу спросить, как звали Иисуса Навина? Александр Витальевич, вы закончили семинарию, вам нельзя подсказывать. Как звали Иисуса Навина? Иисус, правильно, Ишуа, Ягошуа Бен-Нунц. На самом деле его звали Осия. И вот именно в этой главе написано, что перед тем, как послать в землю обетованную, Моше назвал Осию сына Навина, Навина, он назвал его Игошуа. То есть, ну, мы читаем еще раньше, и он везде не пишется, что он Осия, он пишется, как Игошуа, Иисус. Ну, как-то интересно тоже, вот есть возможность порассуждать об этом. Но к чему я это все говорю? Двенадцать человек, которые вышли из Египта, которые видели чудеса Божьи, которые видели первый исход, которые видели разошедшееся море, которые ели ману в пустыне, которые пили воду из скалы, которые видели, ну, на которых сошел Дух Святой, потому что написано, что Иисус Навин отделил, помните, да, старейшин, там были тысячники, сотники, то есть, они были из среды этих людей. То есть, это люди, которые пророчествовали немножко главу, да, в прошлом вспомним недельную главу Торы, да, Дух Святой сошел, и старейшины, и эти пророчествовали, да, они идут в землю обетованную, к Богу, Бог говорит, ну, как бы, Бог говорит, идите, не надо ничего проверять, просто идите, доверьтесь мне. Люди говорят, нет, давайте мы немножко остановимся, проверим на всякий случай, Бог говорит, хорошо, ну, хоть в этом меня испытайте, сходите. И вот эти прославленные люди, среди них Иисус Навин и Калев, да, они идут в землю обетованную, и что же они там видят? Бог оказался прав. Молоко, мед, земля полна благодати, все супер. Они возвращаются, и десять из них говорят, не пойдем туда, там есть сыновья там разные, там есть Исполины, и Амалик там есть. И весь народ повернулся на этих десятерых, посмотрел на Моисея и говорят, ты куда нас зовем, Моисей? Ты чего, парень? Мы не хотим, лучше мы в Египте повернемся. А двое говорят, нет, ребята, давайте идемте вперед, Бог сказал, мы это сделаем, мы победим, потому что впереди идет Господь. Народ выслушал, да, классно, и что написано? И решил побить их камнями. Какая-то глава такая, детективно абсурдная для меня. Ну, вы понимаете, я смотрел и думал, ну, как-то оно все непонятно мне было, знаете, начиная с того, что вообще изменилось понимание, как это все началось, и как оно двигалось, и вплоть до последнего, что люди, которые имели то же, ну, видели то же самое, они были в одинаковых условиях, в одинаковых, они видели Бога, они знали Его, они видели Его чудеса, когда они входят, видят обещанное Богом, и тут останавливаются, и начинают бояться. Я так думал, как же это все связать, как это, знаете, вот это как бы у меня целый большой конспект, там, по полочкам, это вот это, вот это. И потом я вспомнил вот это местописание из 1 Коринфянам, 10 глава, 1-6 стих. Не хочу оставить вас, братья, в невидении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Мессия, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И я вот посмотрел, и я вдруг понял, что то, что произошло в прошлом, оно произошло. Эти люди действительно, избранные Богом, они не исполнили то, что хотел Бог. Бог хотел ввести их в землю обетованную, Бог хотел благословить их, Бог хотел открыть им великие вещи. Вы посмотрите, что же хотел Бог? Бог хотел, чтобы они стали народом священником, но народ почему-то не вошел в это. Бог хотел, чтобы все стали как Моисей, то есть имели такие же отношения, но народ остановился возле горы, хотя Бог сам говорил, что когда будет протяжный шел в трубы, шафара, пусть они идут, но народ остановился. А потом он начал, что делать народ? Говорит, а вот что, Моисей только один хороший, а мы тоже хорошие. Ну где же были вы, когда надо было подняться на гору? Где же были вы, когда двое из всего поколения только вошли, из тех, кто родился в Египте, помнил рабство, вошли в землю обетованную. И Бог говорит, ну как бы, я верю, что Бог говорит нам в это время, чтобы мы не были, ну как бы, мы действительно видели многие вещи, мы видим чудеса Божьи, мы видим, мы говорим, что мы верим, да, мы верующие люди, мы верим в Бога, но вопрос, доверяем мы ли Ему сейчас. Этим десяти разведчикам было легче всего доверить Богу, потому что они физически видели то, что происходило. Они совершили исход, они ели эту манну, они, ну, я не знаю, что им еще нужно было сделать, чтобы доказать, что Бог есть, что Он реален, что Его слова, они не отходят от Его слов. Если Он сказал, так и будет. Но каждый раз они постоянно находили какие-то проблемы. Я смотрю на свою жизнь, и вы знаете, похоже, Бог говорит, ты будешь благословенным, в благословении, будешь головой, а не хвостом. Да, Господь, но, а действительно ли ты так говоришь? Вот у меня проблема. Хорошо, проблема, и что дальше? Я могу тебе помочь. Да, Господи? Ну ладно, пойду проверю, можешь ли ты мне помочь? И Бог один раз, два раза, три, четыре, пять, шесть раз нам показывает, что может. Наступает уже момент, что нам надо идти дальше, и мы говорим, не пойдем, а там непонятно что. Там страшно. А Бог говорит, идешь ли ты через горы, да, ну там, через реку, и я с тобой рядом. Не бойся, малое стадо. Я твой пастух, я твой Господь. И ты смотришь на это и думаешь, да, да, Господь, конечно, конечно, не пойду. Пусть Моисей идет. А потом Моисей идет и говоришь, а почему вот этот Вася, извините, я говорю, Вася, Коля, Петя, Саша, Наташа, Галя, вот они такие, вот это, а я такой же самый, как они, а я вот здесь. А потому что они пошли. И знаете, я понял, что эта глава говорит о нашей вере. О вере, которая в действии. Не просто вера, как абстрактное что-то. Я верю, я знаю, я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда такие люди в стране советской есть. Я знаю. Ну и что, что я знаю? А кто пойдет и посадит вот это дерево? А кто будет слышать то, что говорит Господь, иди? Он не говорит там, я приведу, он говорит, идите, да, во все народы, да, и делайте себе учеников из людей. Это немножко другой перевод, более расширенный. Он говорит, идите к людям и делайте учеников, такие же, как вы были у меня. И учите все то, чему я вас научу. Идите. И не бойтесь. И он начинает говорить, будете идти за мной, вас будут гнать, и вас будут не принимать, и у вас будут трудности, но я буду с вами, я помогу вам пройти через это. И это вера, потому что вера же есть осуществление ожидаемого. Что мы ожидаем? Или может, что ожидает Бог от нас? Мы иногда хотим, вот мы ожидаем, я ожидаю машину. А как это будет? А я выиграю в лотерею. Хорошая вера у тебя, брат. Мечтай. Об этом Павел писал. Мечтатели, да, такие разные там, пораженные своим разумом. Мечтай. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Хочешь машину, пойди купи лотерейный билет. А чтобы купить лотерейный билет, пойди заработай. А чтобы заработать, хоть чему-то научись. А потом ты смотришь, раз, и работа появилась, и устройство, и порядок, и машина рядом. А почему? Потому что началось действие. И вот что произошло в прошлом. Из-за 10 человек, вообще, ну, как бы, они представляли весь народ. 40 лет пустыни. 40 дней они ходили в Божьем обещании, вернулись обратно, и это все вылилось в 40 лет. 40 лет пустыни. И это нельзя было изменить. Более того, если бы Моисей, как бы, был хорошим парнем, он бы согласился с Богом. Ну, по нашему такому нормальному пониманию. Бог говорит, я вообще народ этот умер. Из тебя я произведу народ хороший. И Моисей говорит, не надо, лучше не делай этого. Потому что ты обещал, понимаете? Эта глава очень интересна. В этой главе можно найти множество таких разных интересных вещей. О мудрости, как быть хорошим, настоящим лидером, лидером по сердцу Бога. Можно найти, как не надо поступать, чтобы потом в будущем ты не сидел и не чесал свою голову и говорил, да, вот было бы, если хорошо, если бы я тогда пошел бы туда и начал бы делать вот это, то сегодня бы я был бы. И, к сожалению, многие из нас, я не говорю, что вы, я знаю, что вы благословенные, вы так не думаете, но, во всяком случае, я в своей жизни много раз сидел и думал, вот если бы я был, я мечтал, мечтал, знаете, вот такой мечтатель. Послушайте, Богу нужны не мечтатели, Богу нужны делатели. И эти два брата, этих два, Осия, которого назвали Иисус, то есть, помните, что Хошия, да, спаси нас, а Ишуа, спаситель Бог, то есть, как бы поменялась сущность. Человек из такого, спаси меня, становится тем, кто идет и делает, несет уже спасение. Человек из того, кто был пассивным, таким, как бы ведомым, становится тем, кто начинает вести народ. И вы помните, что у нас книга называется как? Книга Иисуса Навина, Игушуа бен Нун. И, ну, Неосия, кстати, это тоже очень интересная тема, на следующий, как когда-нибудь по именам поговорить. Но, то есть, вы понимаете, о чем я говорю? Вы уловили саму идею, да? Есть вещи, которые в прошлом, которые происходят, они могут повлиять на наше будущее. Но самое интересное, что в нашем настоящем мы можем изменить то прошлое, которое было. Например, я перестаю сегодня мечтать о себе, да? Это, опять же, книги Бритха Даша, не мечтайте о себе, да? Но просто те, кто вы есть по вере, развивайтесь в этом. Многие люди хотят быть пророками, но не хотят платить цену пророков, не хотят иметь характер пророка, не хотят. Они хотят иметь плоды пророков, они хотят иметь отношение к пророкам. Многие хотят быть учителями, чтобы их слушали, их принимали, ими восхищались, но они не хотят сидеть и учить, они не хотят идти в эту землю и завоевывать ее. Потому что написано даже в книгах Бритха Даша, что Царство Небесное, как берется? Усилием. Не просто так. Понимаете? Наступает время, когда нам надо входить в землю, которую приготовил для нас Господь. И даже если сегодня у нас нет исцеления, это не означает, что Бог не исцеляет. И что Бог не исцелил на Голговском кресте, не умерли все болезни. Так произошло. Проклятия там умерли. Но если сегодня в нашей жизни это еще не происходит, это не означает, что этого нет. Это означает, что нам надо идти дальше за Богом, доверять Ему. Это означает, что приходит время, когда нам надо просто войти в землю, и Бог будет идти рядом с нами. Понимаете? И чему я все, вот как бы хотел бы это все закончить? Иногда то, что вот именно как меняется вот это прошлое. все мы совершали ошибки, все мы делали ошибки, да? Все мы делали какие-то вещи, которые нам очень мучительно вспоминать. Мы что-то там, ну, вот что-то то, что сегодня влияет на нас сегодня. Но это не означает, что оно должно на нас влиять. Сегодня мы можем просто посмотреть назад, забывая заднее, простираться вперед, как написано в Писании, к высшим почестям в Ишуа Мессии. Бог дает нам, Он снаряжает нас. Тех, кого Он избрал по своему преопределению, того Он и прославил, того Он и снарядил. Каждый из нас, независимо от того, что было вчера, сегодня, может изменить свое будущее. Сегодня мы можем принять, не просто принять решение, не просто верить и знать, а делать, осуществлять, ожидаемое. Потому что Бог ожидает от нас, что мы были царством священников, чтобы мы были детьми Божьими, и мы можем это сделать. Каким образом? Мы должны быть уверены в невидимом. В невидимом Боге. Потому что Бог невидим. И всякий, приходящий к Нему, должен знать, что Он есть. Это правильно? Это Писание, это не я. И поэтому сегодня, если у вас есть в жизни какие-то области, где вы, как этих 10 человек, вошли в землю обетованную и остановились, это не означает, что Бог не хочет, чтобы вы пошли дальше. Вам нужно просто остановиться, успокоиться, познать, что Господь есть Бог, а вы Его овцы, и идти дальше. И Он благословит вас. И вы увидите ответы на ваши вопросы. И вы увидите, что многие вещи, о которых вы мечтали, на самом деле ничего не значат. А у вас есть что-то больше, чем вы даже себе представляли. Потому что Он приготовил для нас написано Царство. Он дал нам Царство. И мы Его дети. И давайте помолимся и поблагодарим Господа за то, что для каждого из нас есть надежда, которая никогда не постыжается. Мы благодарим тебя, Ишуа, за то, что ты отменил приговор врага для каждого из нас. И прошлое, негативное прошлое не имеет власти над нами сегодня. Мы благодарим тебя, Господи, что твоя победа уже явлена. И нам нужно только войти в эту победу, в твою славу. Мы благодарим тебя, Господь, что каждый из нас уникален и избран тобой. Каждый из нас видел твои великие чудеса. Каждый из нас войдет в твою славу. И мы благодарим тебя, что написано, что ты пойдешь впереди нас. И ты пойдешь позади. И более того, ты будешь в нас своим духом. Во имя Ишуа, мы благословляем тебя. Амин. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok